Вы знаете, особо приятно осознавать свои ошибки. Еще более приятно понимать, что не являешься самым умным человеком. Я, честно говоря, как и тысячи магнитогорцев, думал, что наступит кризис, будет продолжение банкета. Тем более, лето 2012-го прямо навевает такие вот эти размышления, типа неурожай, типа засуха. Но у магнитогорского молочного комбината, которому исполняется в этом году 80 лет, другая история. Он запускает новые производства, и у него все в порядке с молочком. И откуда же это молочко берется? Давайте посмотрим. Жаркое и неуральское лето 2012-го года как приговором нависло над теми, кто надеялся подняться на сельской ниве. Да так у нас и бывает. Либо высохнет, либо затопит. Ниже не Египет, где в пустыне урожай есть всегда, и не в Турции, где весной, летом и осенью дождей нет. Но все едят только свежак, и не только волн-инклюзив. У нас на все найдутся отговорки, если руки не тем концом вставлены. Мысли эти посетили нас при виде замечательного стада хозяйства Черноборское, Чесминского района. И хотя здесь за лето тоже не прошло ни одного дождя, жаловаться на капризы природы здесь не привыкли. Здесь привыкли работать, потому что есть для кого работать. Есть тот, кто не кинет, и кто помогает всегда. Мы давние партнеры Магнитогорского молочного комбината. Значит, как доверительное отношение у нас сложилось с комбинатом, и до сих пор мы работаем с Магнитогорским молочным комбинатом. И мы будем, предпочтение, конечно, отдавать Магнитогорскому молочному комбинату. Поэтому и разговаривать, и деловые отношения, которые у нас сложились, намного с ними легче и в плане финансовой, и в плане порядочности. Так что, как мы выбрали городской комбинат, так и мы будем работать им. И поэтому деньги есть и на ирригацию, и на поддержание в исключительном состоянии водоемов. А где есть вода, там всегда есть луга, покрытая зеленой травой. Вкуснятина для коровки. И она, коровка эта, дает такое же вкусное молоко. Но подумайте сами, чем не жизнь, если с каждой в среднем 18 литров? И 3500 по кругу, если жирность выше положенного. Да за такое молочко любой молочник и биться будет, и что надо, сделает. Молоко мы сдаем, значит, по ГОСТу. Тем более, мы сейчас уточились требования к молоку. Стараемся, значит, все это выдерживать. Значит, профилактические мероприятия мы все выполняем. По болезням, значит, по выздоровлению стада молока. От производства, то есть от коровы до поставки на комбинат все отслеживается. Значит, мы проводим анализ хозяйства, проводится анализ, значит, в Магнитогорском молочном комбинате. То есть все мероприятия, которые положены, мы все выполняем. Стараемся, значит, чтобы попало на стол горожанам и потребителям здоровое молоко. И теперь вы знаете, откуда берется наше любимое молоко первого вкуса. Кстати, из наблюдений в тех сетевиках, в которые заходят только юрлица. Первой из прилавков сметается именно эта продукция. А нам всегда был интересен процесс упаковки молочка и кефирчика и сметанки. И сегодня такая возможность появилась. В год юбилейный Магнитогорский молочный комбинат запустил новые линии по упаковке молока в мягкую тару и пюрпак. Когда-то же такое было. Молочко Магнитогорское упаковывалось и в стеклянную бутылку, и пирамидки. Сегодня время другое. Кто-то любит сцеживать до последней капли из пакетика, а кто-то предпочитает бутылку. И для удовлетворения всех были вложены миллионы долларов. Покупатели есть разные. Кто-то предпочитает пить из упаковки пюрпак. Она более удобная, устойчивая. Имеет крышку, которую можно закрыть. Ну, большинство нашего населения города Магнитогорска, они предпочитают продукцию все-таки в пленке. То есть пленку можно настроить и 0,5, и на литр, и молочко поменять? Совершенно верно. Можно и 0,5, и литр поменять. Вид продукта, то есть будь это кефир или молоко 3,2, 2,5. Совершенные современные финские технологии логичным образом подчеркивают стремление Магнитогорского молочного комбината оставаться в лидерах по производству молочной продукции, и не только на Южном Урале. А лицо продукции отличного качества – это еще и упаковка. Уж как-то так получилось, что по сути тысячи магнитогорских семей, да большинство, другую продукцию-то и не выбирают. Но все равно приятно видеть, что нет пределу совершенства. И вы видите, насколько это очевидно. Это наши давние партнеры. Автоматы очень высокого качества, совершенные, современные. Человеческий фактор здесь практически отсутствует. То есть что влияет на микробиологию дальнейшего продукта. Теперь получается идеальное молоко? Да, совершенно верно. Автоматика автоматикой, но все равно без рук человеческих дело не обходится. И теперь про эти руки. Да, ни молока, ни кисломолочки они не касаются. Да, технология совершенна. Но есть и действительно очень тяжелая работа, требующая лошадиной выносливости. Ибо то, что произведено без участия человеческого, нежными человеческими руками должно быть упаковано. А это, извините, тонны продукции. Такая работа под силом не каждому. Тут и упорство должно быть, и сила духа. У нас в Магнитогорске все думают, что работает только Магнитогорский металлургический комбинат. Я обратил внимание, что хоть и это автоматы совершенные, часть работы приходится делать вручную. Сколько тонн за смену приходится поднять своими ручками? Тонн 18-15. 18-18 тонн? Да. Обалдеть. А потом еще говорят, что только металлурги у нас пашут. Нет, тяжело. Вы выбрали Магнитогорский молочный комбинат. Почему? Мне нравится эта работа. Я училась по профессии. Ну и так и работаю на молочном. И это действительно человеческое счастье. Вот многие из вас таким гордиться могут. Думаю, нет. А для тех, кто работает на Магнитогорском молочном комбинате, иного и не надо. Достойная, ровная и обеспеченная работа. Работа, обеспеченная необходимостью горожан пить только свое, только свежее и только самое вкусное молоко. Эта работа была востребована и 80 лет назад. Она востребована и сейчас. В пору жесткой конкуренции. Но этому предприятию проще. Ибо любовь города и пригорода к продукции Магнитогорского молочного комбината была, есть и будет. В Магнитогорске продолжают работу тресновых градообразующих предприятий. Магнитогорский металлургический комбинат строится, запускает новые производства. Магнитогорский цементный завод работает на полную катушку. И вы знаете, если бы был кризис, как в 2008, я бы вам скомандовал. Но проезжаю каждый раз в сады на Березовой роще и вижу, что цементовозов там в очередях стоит в три раза больше, чем в 2008, даже в 2007. То есть о чем речь идет? О том, что правительство наконец-таки решило деньги тратить. И это правильно. Печатный станочек и всем стало вдруг внезапно хорошо. Ну и естественно, третье градообразующее предприятие, которому исполнится 80 лет, Магнитогорский молочный комбинат, тоже не стоит на месте. Вы видели, да? Три, даже четыре совершенно новые линии запущены. О чем это говорит? О том, что мы можем жить спокойно и не заботясь о том, что настанет какой-то там кризис. Да не будет этого. Спасибо. Продолжение следует...